Всем привет, меня зовут Косариков Александр, я работаю в компании Brain4Net. Мы занимаемся SDN и сегодня я буду рассказывать про то, как работает EBPF и Cilium. Brain4Net это разработчик программного обеспечения для SDN и NFE. NFE это Network Function Virtualization. Мы делаем так, чтобы можно было собрать сетевые функции из нескольких элементов. Это называется цепочка и можно увидеть, допустим, вот здесь, что 5 элементов может быть в нашей сети. Поэтому скорость нам особенно нужна, потому что все знают, что скорость это то, что продает. И никому не нужна сетевая цепочка, которая на каждом шагу вносит дополнительную задержку. Итак, почему EBPF и Cilium? Вот как раз для скорости во многом. Из чего вообще состоит наша сеть? Наша сеть состоит из железных коммутаторов. Это устройства, которые похожи на обычные свечи, но с помощью того, что компания Broadcom предоставляет интерфейс для программирования чипов, он называется OVDP, мы можем запрограммировать свечи, чтобы они работали так, как нам нужно. Также у нас есть EBPK-коммутаторы. Это те устройства, которые, по сути дела, просто сервера, но эти сервера отдают свои ядра и сетевые карты только под нашу программу. Это отлично работает, но иногда нужны новые устройства. Там не всегда поддерживается EBPK. И поэтому мы там используем OpenSWitch. OpenSWitch – это уже ядерный модуль, и для того, чтобы лучше с ним взаимодействовать, часто нужно что-то подтрейсить и увидеть, как работает ядро изнутри. Именно для этого в самом первом случае нам понадобился EBPF. Это утилиты для трассировки событий в ядре. Сначала мы использовали SystemTab, но EBPF оказался гораздо удобнее. И к тому же, если вы знаете такой человек, как Брэндон Грег, сейчас он выпускает книгу. Это очень горячий топик сейчас в трассировке ядра. И, насколько я знаю, SystemTab не особо развивается и поддерживается, но программы для трассировки, такие как BCC, очень быстро позволят вам собрать практически любую информацию о том, как работают модули ядра внутри или само ядро. Итак, я буду рассказывать про EBPF, BCC, как работает EBPF, как он стал основой для сетевого плагина Kubernetes. И начну это издалека. Итак, я начну вам рассказывать о ядре, откуда вообще пошел EBPF, зачем он нужен и как он работает. Итак, в самом начале у нас были большие программы, которые запускались на таких шкафах. И там все знали, кто напишет вашу программу, кто как ее запустит. И единственное, что надо было разделить, это выделить библиотеки для того, чтобы переиспользовать коды друг друга. В общем, потом понадобилось отдавать ресурсы этой машины под какие-то другие программы. И тут возникла проблема. Если мы просто будем запускать чужие программы, то все наши устройства, вся память, весь диск, он будет доступен любому приложению. И в таком случае у нас получается огромная дара безопасности. Тогда был придуман такой метод защиты, как уровни доступа. Производители процессоров в какой-то момент сказали, хорошо, вот вам команды, которая одна переводит в защищенный режим, другая переводит в незащищенный режим. Что такое защищенный режим? Режим этот вам доступен, когда вы загружаете машину, ваше ядро может его включить. И когда решит, что можно отдать время процессора user space программе, которая не привилегированный режим, она сможет передать. Kernel space только та программа, которая может переключать эти доступы. Сама инструкция, которая будет переключать при вызове из user space программы, она будет недоступна. И возможны попытки взлома, но сам процессор не даст как-то перейти в защищенный режим user space программы. Только само ядро сможет туда перейти. Тогда возникает вопрос, а как же нам получить из user space программ доступы к защищенным ресурсам? Ведь если только ядро может получить туда доступ, то мы получаем хорошие защищенные программы, но которые ничего не могут сделать. Они без сайд-эффектов, но это круто для функционального программирования, но абсолютно бесполезно для какой-то работы полезной. И тут у нас появилась такая вещь, как системные вызовы. Системный вызов – это специальная инструкция, которую user space программа может вызвать, и тогда ядро поймет, что так, произошло прерывание, я могу выполнять работу для вот этого user space процесса. Системное прерывание и вообще переключение вот этого контекста между user space и kernel space – это довольно затратная операция, потому что нам как раз надо переключать контексты. Контекст – это то, что происходит сейчас на процессоре. Это указатель на его стек, указатель на какие-то системные ресурсы, это состояние его регистров и тому подобные вещи. То есть нам надо все это сохранить и вызвать сискол, и потом ядро будет обратно все это разворачивать и смотреть, что происходит. Кроме системных вызовов, нам нужно еще переключение контекстов для планировщиков. Дело в том, что планировщики – это те вещи, которые позволяют от двух пользователей запускать user space программы. Допустим, у вас есть графический интерфейс, у вас есть браузер, у вас есть текстовый редактор, и все они по чуть-чуть берут время процессора. Даже если у вас один процессор, все равно вы сможете работать с несколькими программами. Это мультизадачность, и также вам каждый раз надо сохранить состояние процесса, потом вернуть его. Как я и говорил, у нас есть DPDK switch, и там все это решено очень просто. Вы можете при загрузке ядра сказать, что на вот этих ядрах, если у вас 8 ядер, то со второго по восьмое. Я не хочу, чтобы ядро делало какие-то прерывания, и чтобы там вообще не было переключений контекста. Тогда ваше приложение сможет использовать 100%. У него никогда не будет переключений контекста, и оно будет работать очень быстро. Именно за счет этого после дела достигается быстрота работы DPDK программ. В общем, как можно понять, по сравнению с простой инструкцией, там add, compare, jump и так далее, переключение контекста – это очень долгая задача, которая может занимать до 100 тактов, и к тому же потребует доступа к памяти. Итак, что такое eBPF? Как мы можем решить эту проблему, допустим, при фильтрации пакетов? Мы можем сделать системный вызов, в котором указать параметры, как в SQL в базе данных. Я хочу такие-то и такие-то вещи. Тогда нам придется вставлять в ядро какую-то систему, как Tarantul или ClickHouse, чтобы просто отфильтровать пакеты. Это не хотелось бы делать, и тогда пришли к другому варианту. Решили сделать байт-код. Этот байт-код можно увидеть даже на любом компьютере, на котором есть более-менее современная Linux-система. Просто пишет 10-битамп интерфейс и минус-ди флагом. Он покажет декомпиляцию тех инструкций, которые будут вызваны. Эти инструкции довольно простые. Допустим, если я вижу на 10-й позиции байт 8, на 20-й позиции байт 9, то тогда отдать этот байт обратно в Azure Space. Если нет, то не надо. Что у нас получается? У нас получается, что когда пакет приходит, на самой ранней стадии мы знаем, что нам надо сохранить этот пакет и отправить дальше для обработки 10-битампом, либо нет. И нам не надо каждый раз приключать контексты при обработке каждого пакета. Таким образом, очень много пакетов могут быть обработаны без каких-то дробов и потерь. А если бы мы каждый пакет проверяли бы в Azure Space и туда-сюда его гоняли, то это было бы очень сложно. К тому же, чтобы пакет обработать дальше в Azure Space, нам нужно скопировать память этого пакета, а это делать совсем неохота. Это было начало BPF. Если расшифровать, то это Berkeley Packet Filter. Что из себя представляет eBPF сейчас и почему я говорю eBPF? Дело в том, что есть два типа BPF. Это CBPF и eBPF. CBPF значит классический BPF, и он практически уже не используется, он остался там где-то в легосе приложениях. А eBPF это значит extended BPF, ну, продвинутый. Это множество CBPF, и сейчас в ядре происходит миграция кода с CBPF на eBPF. Поэтому можно говорить, в принципе, BPF и eBPF взаимозаменяемо. И как вы уже слышали, что eBPF работает не только для сокетов, он работает для, ну, и сети. Он работает для безопасности и для трассировки. Когда люди увидели, что такую удобную вещь, как практически JavaScript для HTML-страницы у нас появилась в ядре, стало возможно делать функции, в которых есть вот эти заглушки для eBPF, в виде безопасности. То есть мы можем узнать, так, эта функция может хотеть вызвать такую-то функцию, либо хочет использовать такую-то область памяти, либо хочет обратиться к такому устройству. Если мы будем писать просто функции в ядре, то у нас получится очень громовское ядро, либо все равно для добавления каких-то функций надо будет перекомпилировать ядро или модуль. Но с помощью eBPF мы можем просто перекомпилировать этот байт-код и вставить в нужное место. Сейчас это используют проекты как SIG-комп и LandLock. Это вещи, которые ускоряют не только быстродействие, быстродействие, но и скорость разработки. В сетевом отношении eBPF работает с такими проектами, как XDP, TC, программы для сокетов, reuseport и KCM. XDP – это Express Data Plane. Это вещь, которая изобретена для того, чтобы не только утилита TCP-тамп могла быстро отбрасывать пакеты и отбирать их на обработку. Это утилита, которая позволяет вам быстро перенаправить пакет, либо быстро отбросить пакет, если у вас идет какая-то DDoS-атака. Там идет сразу работа на уровне практически самой первой функции работы с пакетом. У вас нет никаких операций по копированию пакета в UserSpace, нет операций по парсингу пакета, вы просто проверяете, подходит он вам или нет, и дальше уже его используете. Для трассировки же используются такие проекты, как K-Props, U-Props, TracePoints. Также вы можете посмотреть на сайте Брэндон Грэга, точный адрес можете загуглить, и там описаны практически все утилиты для работы с трассировкой внутри ядра. Можно выловить очень много информации, и благодаря тому, что это BPF, то она очень гибкая и позволяет вам внутри ядра сохранить все те ивенты, которые вам нужны с помощью BPF Maps. И только когда вам надо будет сдампить эти данные, вам нужно будет забрать эти данные в UserSpace. Это позволяет добиться очень большого быстродействия трассировки, и трассировка в таком случае практически не влияет на то, как ваши программы себя ведут. Это очень удобно и позволяет даже в продакшене трассировать события. Теперь сама архитектура eBPF. eBPF – это 11 64-битных регистров, 32-битные подрегистры есть, стек 512 байт и инструкции 64-битные. Максимум – это 4096 байт на программу, это довольно-таки маленькие программы, поэтому они всегда быстро исполняются, и ваша трассировка не подгрузит ядро, не затормозит продакшен. И будут более-менее корректные данные. Основные компоненты архитектуры – это то, что мы можем выдать read, write, доступ к контексту, и определиться с тем, что мы хотим дать только на запись, а что мы можем еще и писать. У нас есть концепция функций помощников, это те функции, которые могут нести полезную работу, но при этом они такие более хитрые, чем просто BBF программа. Произвольный доступ к мапам – это eBPF maps, специальный инструмент, чтобы можно было разделить данные и программу. В 4096 байт не засунуть особо много ивентов, и мы не получим просто той информации, которую хотим. Поэтому придуманы отдельно мапс, которые лежат, и они оптимизированы. Они могут работать на CPU, могут работать на нескольких CPU, и это позволяет добиться большего быстродействия еще и за счет локальности данных для процессоров. Tailcall оптимизация – это вещь, благодаря которой вы не вызываете функцию, а вы как бы инлайните ее, то есть вы сразу возвращаетесь из нее, создаете, допустим, аккумулятор, либо что-то подобное, и эта оптимизация есть в других языках программирования. Она позволяет избавиться от того, чтобы стек распухал. Как видно, у нас стейк очень маленький, и поэтому каждый раз, когда вызывается новая функция, у нас стейк не особо сильно увеличивается. Есть object pinning, то есть та ситуация, что у нас отработал загрузчик eBPF программы, и он как-то упал, то eBPF программа сама в ядре останется благодаря object pinning. И есть транслятор с cBPF, на eBPF, то есть если вы встретите cBPF программы, то сможете портировать на eBPF. Все это работает на основе LLVM, это low-level virtual machine. С помощью LLVM можно создавать компиляторы и многие другие полезные программы для работы с кодом. И поэтому, в принципе, eBPF такой успешный на сегодняшний день. У нас есть разные процессоры, не только X86, еще и многие другие процессоры. Как я уже говорил, мы используем open-off switch там, где у нас недоступны DPDK свечи. Это уже решена проблема для нас. Вот эта JIT программа будет оптимизирована для практически всех архитектур, которые поддерживают ядро. Возможно, какая-нибудь старая архитектура уже не поддерживается, но все новые, они могут использовать eBPF программы. И уже стандартизирован вариант загрузки BPF программы. Это системный вызов BPF. У него стабильная ABI, и мы сейчас можем писать инструменты, которые не отвалятся через месяц или через два. Это будут утилиты, которые работают, и с ними приятно работать. Валидатор BPF. Возникает вопрос, если у нас есть такие программы в ведре, то мы опять вернулись к той же проблеме. Кто угодно может написать eBPF программу, она обратится к диску, она обратится к памяти и к устройству сетевому и поломает на все. Но, к счастью, благодаря тому, что у нас есть валидатор, такого не произойдет. Дело в том, что валидатор может проверить программу, так как она простая, так как в ней нет лупов и вызовов каких-то функций внешних. Можно узнать, безопасно ли запускать программу. Не зависит ли она. Есть такая проблема, как задача останова. И в ней говорится о том, что если у нас полный язык программирования, то нам нельзя предсказать, закончится ли когда-нибудь на этих данных выполнение программы. Но с помощью того, что мы можем симулировать все пути исполнения программы на ограниченной языке, мы можем убедиться в том, что наш код для обработки пакета либо наш код для отслеживания какого-то события в ядре не зависнет и не будет в каком-то цикле постоянно вертеться. Поэтому есть следующие шаги валидации. Это проверка шагов циклов, детекция прыжков программы и неиспользуемый код, потому что у нас очень маленькие программы. Это трекинг доступа к контексту, инсцентрированная память, работа со стэком. Все это проверяется. Проверка утечек указателей. Также проверяются хелпер функции, потому что это те функции, которые у нас могут делать какую-то более полезную работу и они не такие защищенные, как внутренние eBPF функции. Трекинг значений данных, анализ состояния регистров, когда мы можем почистить, когда мы можем переиспользовать и чистка состояния для уменьшения сложности верификации. Все-таки у нас довольно простой язык, но если можно еще ускорить анализ и обработку этой программы, то это будет отлично. Также мы можем сразу обновить BPF программы после верификации. BPF программы могут быть загружены системным вызовом и нам не надо перекомпилировать ядро, нам не надо перекомпилировать ядерный модуль, пытаться его достать и обратно засунуть этот ядерный модуль. А если там ядерный модуль зависимости и еще его использует какая-то программа, то это будет вообще очень сложно. Тут же простой системный вызов, где мы можем заменить BPF программу. Как же пишутся программы для BPF? Они пишутся на языке C, это практически полная копия, только там вырезаны некоторые части. Это сделано для того, чтобы было понятно тем, кто работает с ядром большинства времени. Можно написать какой-нибудь frontend для LLVM-компилятора, чтобы был другой язык, но в принципе для большинства операций вот это подможество C подходит. Какие там вырезанные функции? Доступен? Там доступен контекст программы helper функций и все библиотечные функции inlined, то есть они исполняются прямо там же на месте. Нет вызовов функций, нет глобальных переменных и нет циклов, если вы не укажете это с помощью директивы pragma. Нет константных строк и структур данных. Это все упрощает работу с памятью. Встроенные функции LLVM тоже доступны, и они тоже, как правило, встраиваются. Стэк ограничен 512 байтами, и пример кода на C можно увидеть в исходных кодах Linux по такому адресу. Теперь о том, насколько действительно eBPF позволяет ускорить работу с сетью. Дело в том, что выходил пейпер от Facebook, где они проверяли о том, какой инструмент более всего подойдет для защиты от DDoS и балансировщика четвертого уровня. У них были пожелания к идеальной защитии от DDoS. Это быстро отбрасывать пакеты как можно раньше. Это было удобно программировать и легко разрабатывать, и быстро деплоить. Они выбрали этот инструмент. Это оказался XDP, Drop. Это программа, которая использует BPF, и тот метод, который можно в этой короткой программе вернуть. Допустим, эта короткая программа вернула, что нужно использовать XDP, Drop, и тогда пакет будет отброшен. Он будет отброшен до того, как будут созданы какие-то системные структуры для работы с пакетом. И сейчас мы увидим, как это отразилось, в принципе, на продакшене этого тестового инвармента. Тут есть два графика. К сожалению, они не подписаны, но можно примерно понять, что на верхнем графике это 100% CPU, и пакеты – это какое-то относительное число пакетов. Что можно заметить? Мы видим, что нагрузка по количеству работанных пакетов росла примерно до 3-4 раз больше на том же оборудовании. Но при этом, если посмотреть на верхний график, то можно увидеть, что idle CPU практически не менялся. То есть idle CPU – это та вещь, которая показывает, насколько у вас активно сейчас идет работа с процессором. И видно, что верхний график – это практически ровный, никакого влияния на процессор оно не оказывало. А при работе с IPVS происходила деградация, практически полностью соответствующая тому, как увеличилось количество пакетов. Также я хотел бы сказать о эволюции дизайна приложений и введения в Cilium. Да, и BPF хороший, он быстрый, но по мне есть еще несколько поводов для того, чтобы перейти на Cilium и BPF. Давайте вспомним, как у нас вообще были приложения, как вообще происходила эволюция приложений. Раньше у нас был один монолит, мы могли добавить ему один конфигурационный файл, и он работал. Потом у нас появилась трехуровневая архитектура приложений, и мы уже разделяли конфигурацию для базы данных, для фронта и для бэкэнда. Сейчас у нас эра микросервисов, и мы должны бороться с очень сложной архитектурой конфигурационных файлов. То есть раньше у нас был файл конфигурации, потом Yalong.json. Если некоторые знают, то была еще Heera, которая позволяла из нескольких конфигурационных файлов собрать один для каждого инвайрмента. У нас есть сервис Discovery, инфраструктура как код и Blue Green Deployment. И так как я много работаю с сетью, не только в Kubernetes, но и в OpenStack, то я часто работаю с IP-tables. И вот какая эволюция синтаксиса правил IP-tables. То есть при начале, это был 2002 год, самое раннее упоминание, что я нашел, то есть IP-tables, какая цепочка, что сделать, и экшен в конце отцеп, и современная документация, это сайта докера. Там все те же самые правила, докер-юзер, какой-то модуль используется, и экшен-дроп. И когда таких правил под сотню, очень сложно разобраться. И мне не всегда нравится работа с IP-table сейчас. Я видел Firewall KMD, это новый, ну Firewall D он же. Это новая программа, которая вышла из мира SystemD и позволяет вам писать более конкретные описания того, как вы защищаете свою сеть. Но большинство приложений все равно используют IP-tables, и он не особо-то развился. Может, программы сами готовы с ними работать, но в качестве дебага довольно сложно разобраться, что происходит за этими IP-tables правилами. Особенно если там NAT и куча цепочек. Вообще у меня есть любимый интерфейс командной строки. Самый такой простой для меня это Docker Run. Там надо просто привыкнуть и заполнить флаги. Есть Git, и это та система, которая есть в документации argument disambiguation. Это значит, что пожалуйста, обратите внимание, этот аргумент может и так, и так работать в Git Checkout команде. Мы все знаем, что Git Checkout может сделать это, Git Checkout может перейти в новую ветку, Git Checkout может сбросить состояние файла. И, ну, не самое лучшее, на мой взгляд, кри-интерфейс. Вообще я слышал, что Mercurial имел более интересный кри-интерфейс, но сейчас мы живем с Git. И Vim, это самый часто задаваемый вопрос, на который один миллион человек просили ответ, и это как выйти из Vim. Я сам попадался в эту ловушку, и мне приходилось просто открыть новую консоль и сделать kill процесс Vim. И, наконец, самое нелюбимое, ну, это IP-tables правило. Вот, допустим, у нас есть пример правил для IP-tables на Kubernetes. Видно, что тут есть такая цепочка, и она довольно запутанная. А вот пример правил для Asilium. То есть у нас есть Asilium Forward, Asilium Post Mangle, но это для NATA, и Asilium Post, это для постобработки. Вот сравнение, где можно увидеть, как встраивается Asilium правило относительно IP-tables правил. То есть вот такая архитектура, и во что она вырождается, если мы используем Asilium. Что нам дает Asilium? Что вообще такое Asilium, и как он работает? Это CNI-плагин для поддержки под connectivity и multi-host networking. Все это работает на eBPF правилах, которые вот вставляются, по сути дела, в три правила, аналогичных IP-tables, в которых вот там штук 10. Там есть identity-based имплементация для network policy на layer 3 и layer 4, и расширение network policy для custom resource definition для следующих правил. это layer 7 политики, то есть это политики на уровне приложения. Вы можете сказать, что я хочу этому поду запрашивать только селекты на такие-то таблицы, или хочу с какими-то токами кавки работать. Поддержка игре Spasider, чтобы защитить от доступа внешних приложений. Тут я бы хотел еще дополнительную секунду остановиться, потому что есть такая DDoS-атака, как амплификация, и как она работает. Я беру простой пакет и говорю, вот я хочу узнать, какой адрес у такого-то сайта. Это очень короткий запрос, но в ответ я пишу, что отправят этот ответ, допустим, на Mail.ru. Когда много таких скомпрометированных устройств отправят такой запрос, он будет маленький. Вся волна ответов, она пойдет на сайт Mail.ru. Если вы не фильтруете ваши внешние источники трафика, то вы можете быть, даже если у вас ничего не сломано, мишенью для DDoS-атак на какие-то другие сервисы. Лучше защитите себя и других от этой атаки. Подробности можете посмотреть в интернете DDoS-амплификейшн. Как правило, это UDP-пакеты. Их просто сделать, их просто отправить, и вы можете не дожидаться каких-то подтверждений. Также есть кластер имплементация для load-balance, трафика от пода, и что наиболее удобно, она полностью совместима с нынешней Q-proxy моделью. Я бы хотел еще быстро затронуть то, как тестируется, как сами поднять окружение и проверить за контрибьюти. Дело в том, что да, я сказал, что Cilium-программы быстрые, что Cilium-программы понятнее, но все-таки всегда надо убедиться самому, как это все работает, и как DevOps-инженер, как CI-инженер, для меня удобно поднять CI-окружение, проверить свои гипотезы относительно инсталляции и убедиться, что оно работает так, как надо, и подебажить до того, как я это буду внедрять в пример работы с исходным кодом Cilium есть на сайте Cilium, это Contributing и Getting Started, то есть вы можете посмотреть, как Getting Started сделать, посмотреть гайдлайны по тому, как Contributing, но Contributing не обязательно, вы можете просто подглядеть, как они создают свои окружения, к тому же от авторов Cilium доступна хорошая документация по eBPF и по этой ссылке можно с ней ознакомиться, она довольно большая и обширная. К тому же есть релизная политика и Continuous Integration, в апреле 2019 года вышла версия 1.0, там поддерживается Semantic Versioning, и вы можете спокойно использовать после того, как проверить плагин, у него версия 1.0, уже вышли версии за 1.0, они не ломают и обратно совместимы, и можете пройти по ссылке Contributing CI, поднять свой CI, чтобы проверять, как он работает, и пользоваться Cilium. Прошу вопросы. Привет. У меня вопрос по Cilium. У Cilium есть два режима передачи пакета. Один, когда между всеми серверами строится фолный VXLAN Mesh, и второй режим, когда используется Direct Routing. Раньше в версии 1.5 Cilium было написано, что в режиме с полным Full Mesh VXLAN, в дополнительных октетах VNI заголовка VXLAN, он несет информацию об Identity, которая, собственно, валидируется на приеме, принимающей стороне. И там, в этом режиме понятно, как эта Identity распространяется, как BPF программа определяет, от кого трафик пришел. А в Direct Routing раньше было написано, что передать эти дополнительные октеты негде, если у вас не IPv6 используется в сети. Поэтому все эти политики умные, кроме как по Sidru, не будут работать ни DNS политики, никакие вот эти. А в новых версиях вроде как написано, что все работает в режиме бета. Я хотел, вы туда смотрели в этот PacketFlow без VXLAN, и где он несет информацию о Endpoint в таком режиме? Давайте отвечу, что туда я не смотрел и подробно не разбирался с этим аспектом работы с Cilium. Спасибо.